Редко, редко, очень редко встреча человека, который скажет, я вот курил, курю и буду курить до самой своей смерти. Нет, в большинстве случаев люди говорят, я брошу курить однажды, когда-нибудь, рано или поздно, наверное, брошу. Почему это происходит? Да потому, дорогие мои, что в жизни человека курение представляет собой определенного рода экосистему. То есть она связана, буквально держится за огромное количество самых разных зацепок, которые модно сейчас называть триггерами. Да потому что в жизни человека курение представляет собой некую экосистему. Она связана с самыми различными ситуациями, контекстами в жизни человека прямо-таки прочно и удобно и хорошо. Ты поел? Покури. Ты проснулся? Покури. Час прошел работы? Покури. С друзьями встретился? Опять-таки. Покури. Выпил бокал вина? Покури. Чашечка кофе? Покури. Плюс ко всему, курение – это же дыхание. Это искусственная вентиляция легких. Это, прежде всего, наш цигун, которым мы живем. Ну, плохое настроение. А ты успокоился? Вдох-выдох. Нужно войти в тонус. А ты покурил? Вдох-выдох. Ты буквально тренируешься по 10, 20, 30 раз в день. И понятное дело, что именно поэтому человеку-то и сложно бросить курить. А плюс ко всему, когда человек начинает бросать курить, начинает вылезать то, из-за чего он когда-то курить начал. А это очень важная потребность. Ведь курить-то мы начали не потому, что сигареты вкусные. Нет. Курить мы начали для того, чтобы почувствовать себя независимым. Для того, чтобы почувствовать себя сильными. Для того, чтобы влиться в коллектив. Для того, чтобы это было красиво, модно, стильно и молодежно. И когда человек бросает курить, вот здесь начинает все вылезать. И для того, чтобы выдрать весь вот этот вот куст, всю эту сложную экосистему, для того, чтобы начать с ней работать, человеку необходимо прежде всего быть замотивированным, испугаться. А люди боятся разного. Смерть это мало кто боится. А вот, например, красоту потерять боятся. А вот, например, память ухудшить боятся. А вот, например, дети. Мало кому же хочется, чтобы его ребенок закурил. А ведь пример-то ты подаешь. И вот, если ты найдешь вот это вот то, ради чего тебе хочется бросить курить, если ты найдешь то, что тебе мешает в будущем, если ты будешь курить, вот тогда ты начнешь писать. И тогда мы тебе поможем. А сейчас, ну-ка, определись, чего такого ты боишься потерять в своей жизни? Напиши, для того, чтобы лучше узнать себя. Субтитры создавал DimaTorzok